Эпизод 3 Путь в Царство Божие. Начало Литургии Слова. Современные города живут в непрерывном движении, в суете. Все куда-то спешат, передвигаются с места на место, чтобы снова вернуться в исходный пункт. Современный человек, хотя и отказался от природных ритмов, на самом деле продолжает жить в циклическом, повторяющемся ритме, характерном для явлений природы. Немногочисленные христианские храмы, стоящие посреди городского круговорота, зовут вырваться из заколдованного круга и отправиться в путь, исполненный смысла и ведущий к истинной жизни. Воплощением Сына Божия, Его миссией на земле, Его страданием на кресте и воскресением, перед родом человеческим были открыты двери Царства Небесного, а с помощью Божественной Литургии в Него можно войти. Все, кто принимает участие в службе, начинают путь к Царству Небесному. Через литургию истинно Царство Божие наступает в храме, и вечность отменяет время. И вечность укидает время. Верующие, собравшиеся в храме перед началом Святой Литургии, готовы к началу Великого Путешествия. Благословенно Царство Православная Литургия начинается торжественным словословием. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресно и во веки веков». В самом начале объявляется цель – путешествие в Царство Небесное. Мы отправляемся туда не символически, а по-настоящему. На языке Священного Писания благословить Царство значит не просто радостно восклицать Ему. Это значит объявить о том, что оно – наша цель. Исполнение всех желаний и интересов, всей нашей жизни – величайшая и единственная ценность всего нашего существования. «Благословить» – значит принять в любви. Это движение в сторону того, что мы любим и принимаем. Таким образом, Церковь становится собором, собранием тех, кому была открыта конечная цель всей жизни, и кто эту цель принял. Это принятие выражается торжественным ответом на словословие, «Аминь». Это поистине одно из важнейших слов в мире, ибо выражает согласие Церкви следовать за Христом в Его вознесении к Отцу и сделать это вознесение судьбой человека. Христос даровал нам это слово, потому что только во Христе мы можем сказать Богу «Аминь». «Аминь». Это еврейское слово, часто употребляемое в Церкви. Произнося это слово, мы в своем сердце и в своих мыслях говорим «Это так, истина». «Да будет так, принимаю». Словом «Аминь» весь присутствующий в Храме народ выражает свое согласие со словами и действиями предстоятеля. Словом «Аминь» решена судьба рода человеческого. Оно свидетельствует, что движение в направлении Бога началось. Великая Екатинья представляет собой начало общей молитвы Церкви. Порядок прошений в ней отражает истинную иерархию ценностей христианина. Великая Екатинья учит верующих молиться вместе с Церковью, принимать ее молитву как свою, молиться как единое тело Христово. Каждому христианину важно понять, что в Церковь он приходит не ради индивидуальной, личной молитвы, а для того, чтобы приобщиться к молитве самого Христа. Путь, ведущий к Божественной Литургии, — это душевный мир. Без него мы не можем войти в Литургию, не можем пережить ее, ибо без тишины помыслов наш ум не погрузится в сокровенные тайны. Действенное соучастие в евхаристической тайне измеряется глубиной нашего внутреннего спокойствия. Мир, в котором мы живем, не может дать нам душевную тишину. Это дар свыше. Человеколюбивый Бог для того сделался человеком, чтобы человеческое естество собрать к себе, избавить его от приверженности злу, по которой оно само на себя разделяется, и само против себя восстает, — говорит святой Максим Исповедник. Говорит, что этот мир возле лежит. Этот мир отвергает Христа. Когда мы жаждем мира, на самом деле мы жаждем самого Христа. Кто ищет мира, тот ищет Христа, потому что тот есть мир наш, — говорит святитель Василий Великий. В окружающем нас мире мы часто видим бушующее житейское море, но не чувствуем присутствие Христа, источника душевного мира. Наша жизнь напоминает блуждание во тьме кромешной. В наших душах бушуют мощные встречные ветры, нас захлёстывают грозные волны, и мы не чувствуем никакого утешения, ни божественного, ни человеческого. В таком состоянии мы попадаем в Храм Божий, и там чувствуем, что в Церкви Христовой спокойствие и мир. А когда начинается святая литургия, мы всей душой жаждем горнего мира, мира душевного, мира в нашем земном мире. Как тихая, защищённая от ветра гавань даёт надёжный причал ставшим на якорь кораблям, так и Храм Божий возносит всех, входящих в него, над житейскими невзгодами, словно над грозовым ненастьем, и даёт нам возможность стоять в мире и безопасности, и внимать словам Божьим. Мы молимся об этой общине, ибо она здесь, на этом месте, должна явить Христа и Его благодать, и стать свидетелем Его Царства. Также мы молимся о даровании Её членам Духа истинного Богопочитания и Благочестия. Создатель, и в этом особое благоволение, дал человеку возможность быть Его Храмом. Каждый верующий, крещённый христианин, после воплощения Сына Божия, стал местом пребывания Бога, и Его Храмом, так как в Нём обитает Христос. Мы должны всю жизнь проводить так, чтобы Сам Господь мог обитать в нас, и чтобы мы могли быть Его Храмами. Биунам. 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 А также о гармонии всего тела Христова, Церкви. КОНЕЦ. 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 Слово «Помиловать» — это перевод греческого слова «элейсон», родственного древнегреческому слову, обозначающему «масло», елей или, более точно, «оливковое масло». Это средство применялось против синяков и небольших телесных повреждений. Масло наносится на поврежденное место и втирается легкими движениями, что снимает боль, приносит успокоение и исцеление. Греческим словом «элийсон» переводится еврейское слово «хесет», что значит «непреложная любовь Божия». По-гречески «Господи помилуй» звучит как «кирия элейсон». Это выражение имеет богатое смысловое содержание. «Господи, утешь меня, успокой меня, отними боль мою, покажи мне Твою непреложную безграничную любовь и сострадание». Таким образом, милость указывает не столько на праведность или судебное помилование, сколько на бесконечную милость, любовь Божию и Его сострадание к Своим скорбящим детям. Именно в этом смысле, в течение всей Божественной Литургии, мы многократно произносим «Господи помилуй». Любовь Божия – любовь всеобъемлющая. Она принимает в свои объятия всех людей, все земли, все времена. Совершенная любовь распространяется на всех людей в одинаковой мере. «Этой любви подражает наша Святая Церковь и напутствует нас, верующих, также отдавать свою любовь, молясь за город, в котором живем, за каждый город и каждую страну». «Вы соль земли», – сказал Христос Своим ученикам. «Быть христианином – значит принять ответственность. Так, живя в каком-то городе, мы духовно ответственны за него». «Верующие живут на своей родной земле, но они – странники, находятся на земле, но они – граждане неба. Коль скоро христиане являются душой этого мира, то должны разделять радость всех людей, а также с участием относиться к боли всех живущих». Настоящий пример такой любви к жителям некоторых городов показал святой Иоанн Златоуст. Примером такого города была Антиохия. Проповеди против статуй были доказательством любви святого к этому городу. В начале 387 года по Рождестве Христовом император Феодосий учредил новый крупный налог. Жители Антиохии восстали против этого налога. Разъяленная толпа разрушила до основания городские статуи. Многие знатные антиохийцы тогда были убиты, многие и менее конфискованы. Всюду воцарился страх и трепет. Те, у кого была возможность, бежали из города. Однако большинство жителей оказались в темницах, где их подвергали мучениям и убивали. Тогда старый и больной епископ города, Флавиан, в середине зимы отправился в Константинополь, чтобы смягчить гнев царя. В городе остался святой Иоанн, тогда еще священник, и народ поспешил к нему в поисках помощи. Опустела площадь, но наполнился храм. Святой говорил и своими проповедями утешал охваченный страхом народ. Молясь, мы просим у Господа распространить благословение Его любви на воздух, землю и на все творение. Молимся, чтобы все творение двигалось по пути, предназначенному Создателем. Человек принимает этот мир от Бога как благословение и в ответ воздает Господу благодарение. Следовательно, человек есть царь и священнослужитель мира Божия. Божественная литургия — это таинство, через которое мир Христов распространяется на все творение. Поэтому мы просим у Бога сделать так, чтобы прекратились бури и волнения природы, чтобы земля приносила свои плоды человеку, и чтобы весь мир находился в покое согласно заповеди Господней. Ведь небо, находясь под властью Вседержителя, пребывает в мире. Сегодня любое путешествие не столь опасно, как в те времена, когда христиане на литургии начали молиться о путешествующих. Когда сегодня мы молимся о плавающих и путешествующих, а вместе с ними о недугующих, страждущих и плененных, мы просим у Господа, чтобы все их труды и страдания обернулись путем, ведущим в Царство Небесное. Христос приглашает всех труждающихся и обремененных прийти к Нему и успокоиться. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35-36. Церковь должна явить и исполнить Христову любовь и вот эту его заповедь. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Христос видит Себя самого во всяком страдающем человеке, и не только это. Он испытует христианское сообщество, является ли милосердие центром Его жизни. Церковная история хранит имена многих личностей, явивших пример молитвы за обездоленных и самоотверженно служивших им. Среди них святой Иоанн Многомилостивый, патриарх города Александрии в 609-620 годах. Иоанн родился в богатой семье, на Кипре был женат и имел несколько детей. Но его жена и дети рано умерли. Будучи патриархом, Иоанн вел очень простой образ жизни. Он составил список нищих в Александрии, называл их своими владыками и покровителями и служил им всеми своими силами. Вскоре после того, как он стал патриархом, Иоанн выделил огромные деньги из церковной казны для больниц и монастырей. Сам основывал новые больницы, приюты для сирот и странников. Когда персы взяли Иерусалим, патриарх отправил большое пожертвование для спасения жителей города. Его дары были адресованы не только христианам, но и людям всех рас и вероисповеданий. Святой Иоанн Многомилостивый озаботился и о должном отношении верующих к божественной литургии. Совершая службу, Иоанн как-то заметил, что многие прихожане выходят из храма после чтения Евангелия, чтобы поговорить. Заметив это, Иоанн начал и сам часто покидать храм, присоединяясь к своенравным прихожанам, говоря, «Если войдете в храм, и я войду. Если останетесь здесь, и я останусь. Где овцы, там должен быть и пастырь». Такое поучение прихожане поняли довольно быстро. Мне требовалось, чтобы пройдет долгое время, чтобы таковая снежная порука достигла свой эффект. Святые не избегали несчастья и страданий, ибо знали, что через них можно войти в Царство Божие, если принимать их без роптания. Но также известно было им, что только духовно сильные люди через страдания могут стяжать Царство Божие, тогда как у слабых, не утвердившихся, страдания могут стать поводом для глубочайшего отчаяния. «Уизбавитесь нам от всякие скорби». Этим прошением мы молим Господа избавить нас от страданий, от обстоятельств, которые иногда вынуждают нас стать на Божий путь. Бог такого не хочет. Человек не может стать святым по принуждению, силой. Нужен свободный выбор. Без свободы нет духовной жизни. Нет добродетели в том, что бывает по принуждению, говорит святой Иоанн Дамаскин. «Мы просим Господа избавить нас от разнообразных материальных нужд и бед. Такие скорби современный человек переносит особенно тяжело, хотя и живет в обществе, которое как никогда удовлетворяет его материальные потребности. Однако человек вновь и вновь переживает драму желаний, без края и конца. Стоит ему удовлетворить одну неотложную потребность, как тут же появляются две новые. Самые разнообразные неотложные требования ущемляют свободу человека. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью». Последнее моление Великой Екатеньи признает, что без Бога мы не можем творить ничего. Вера раскрывает нам, что мы полностью зависим от Божьей благодати, от Его помощи и милости. «Заступи, пресвету, пречисту, преблагословену, славну, влади чисту, нашу Богородицу и пресно Деву Марио, со свима святима, сами себе, jedни други, сав живот свој, и пресно Божьей благодатью». Тебе приличи свака слава, част и поклонение После Великой Ектеньи следуют три антифона. Антифоны. Словами молитвы первого антифона, произносимой священником, выражается христианский опыт абсолютной непостижимости Бога, его невыразимости нашими словами, понятиями и определениями. Однако Бог сам восхотел явиться нам. Поэтому Церковь, исповедуя его непостижимость, одновременно просит его воззреть на храм и собранных в нем христиан. Бог не только явился людям, но и соединил их с собой, сделав их своими. Прекрасное окончание этой молитвы подтверждает единство нашей Церкви с Церковью на небесах и прекрасную возможность придать во власть Господа самих себя и друг друга, и всю нашу жизнь. Смысл нашей евхаристической жертвы заключается в том, что через нее нам дана бесценная возможность войти в жертву Христа, стать участником Его приношения самого себя Богу. Антифонами являются псалмы, или части псалмов, пение которых повторялось между стихами. Со временем стихи псалмов стали опускать, остались одни припевы, сегодняшний антифон, пение. Пение особенно важно в нашем стремлении осуществить общение с Христом. Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь, говорит святой Златоуст. Тот, кто искренне воспевает, поется вниманием, освящает свою душу и становится храмом Святого Духа. Второй антифон напоминает о том, что Слово Божие — не только книга или текст. Это и Личность, Иисус Христос, пребывающий среди нас. И причистая Дева Мария родила не просто человека, а Бога-человека, Христа, потому и называется Богородицей. Песни следуют друг за другом в определенном порядке и поются на один из восьми глазов, то есть ладов. Каждый глаз представляет собой набор определенных напевов с характерными мелодическими формулами. Осмогласное церковное пение, основанное на древней греческой мелодической системе, было введено святым Иоанном Дамаскиным. Осмогласник — это богослужебная книга, предназначенная для певчих и содержащая песнопения, которые поются на вечерне, утренне и литургии. В течение недели песнопения исполняются на текущий глаз. Восемь недель составляют один гласовый цикл. Субтитры создавал DimaTorz 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 Краткими изречениями он предельно ясно и лаконично описывает тот образ жизни, который должны вести христиане и по которому должны относиться к миру и другим людям. В этих высказываниях изложена жизнь во Христе. Кто они нищие духом? Это те, кто понимает, что без помощи Божией у них не может быть никакой собственности, никакой власти, никаких способностей. Все, что мы имеем, дано нам Богом во временное пользование. Все наши достижения от Бога. Кроткие, как Христос, что не хвастаются горделиво и не превозносятся над своими друзьями, унаследуют богатство Царства Небесного. Чистые сердцем — это те, кто посвятил себя Богу, кто взывает к Нему из глубины сердца, полностью придавая себя милости и любви Божией, отдавая всю свою жизнь Господу, они имеют Его внутри себя, и Господь имеет их в себе, так что эти люди знают Бога невыразимо близко. Блаженные изгнанные за любовь к Богу, ибо они терпеливо переносят боль и даже смерть, лишь бы стяжать Царство Божие и служить Всевышнему. Блаженные миротворцы, ибо прощение, мир и любовь приносят они в жизнь и наследуют Царство Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok